Благословение на Тору 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 Если после Барук Шамар Заканчивает абзац Там говорит одно благословение Благословение Из этих трех благословений Потом Дочитывает до конца Иштабах Благословение и перед Кадышем Говорит два оставшихся благословения На Тору, которые он пропустил История Благословение на Тору Он упоминал до Иштабах Между Барук Шамар Возвек Если же он уже сказал Барухум и начал и так далее, там вот в этом благословении перед Шмой Исраэль пусть он сделает кавана, вот это благословение, длинное благословение Аават Олам пусть вне засчитается как благословение на Тору и когда закончит Шмонайса, когда закончит Лааш пусть скажет несколько или поучить чего-нибудь и этим он эту митву исполнил. Третья остановка, если же он уже прочитал Шмой Исраэль и потом вспомнил, тогда если это было до Шмой Исраэль, мы сказали пусть в благословении Аават Олам сделает кавана, что это благословение мне считается как благословение на Тору, уже он это благословение закончил, уже прочитал Шмой Исраэль. Несмотря на то, что он кавана не делал, он уже вот тем, что сказал это благословение перед Шмой Исраэль, он уже это благословение на Тору покрыл и больше благословения на Тору не имеет права говорить. И после Шмонайса, опять пусть скажет несколько и немного поизучает. Это три остановки. Следующий Аллаха говорит так. Человек пришел в синагогу на второй миньян, готовится молиться, вдруг он слышит, говорят на гдишах в инарицах, но он еще благословение на Тору не сказал, имеет право ответить или нет. Говорит Аллаха, имеет право сказать на гдишах и два первых пасука ответить, кадош и барух. Емрох не имеет права отвечать, пусть Емрох проговорит в своей голове. Если он услышал, то есть, отвечает, отвечает, и Шмай Исраэль говорит вместе с общиной, и отвечает на них Амин, даже если еще утренние благословения он не сказал. Благодарит Ашем, раздражаем на следующем занятии, и барух Адонай לעולם, Амин, Амин.